Всем здравствуйте, спасибо, что пришли посмотреть и поучаствовать. Сегодня у нас в эфире беседа с Кириллом Лугиновым, нашим земляком из Калифорнии, и второй ведущий у нас Жаргал. Познакомьтесь, пожалуйста. Жаргал, Кирилл, Кирилл Жаргал. Я с Кириллом знакома лично. Привет, рада вас видеться. Тебя, Кирилл. А я так как рад. Ну начнем, да, потихоньку? Да. Значит, у нас сегодня беседа о работе, ну можно сказать, если в общем, в автомобильном бизнесе здесь в Америке. Может, ты расскажешь о своем опыте в России, да, и о том, о своем бизнесе здесь. В общем, мы тебе будем задавать вопросы. Первый вопрос у нас. Ну расскажи, пожалуйста, о себе, откуда ты, где ты учился, о своем опыте в Россию, в Якутске, когда переехал в Америку. Переехал я в шестнадцатом году, в октябре. Седьмого октября я прилетел. Сам я из Якутска. Учился в Сайсарах, четырнадцатая школа. Закончил. Ну, в Якутске я чем занимался? Я так немножко предпринимательствовал. Там небольшие бизнеса. Там у меня, ну, самое, что большое у меня было, это манипулятор был. Пятитонный, с краном. Я так работал. Манипулировал, да? Да, манипулировал. Помогал людям манипулировать. Ну и, в общем, в пятнадцатом году мы переехали в Питер, в Санкт-Петербург. А оттуда, как оказалось, Америка очень близко. Когда сюда ехали, я уже знал, чем я буду заниматься. Посмотрел ролик с участием одного дальнобойщика, русскоязычного нашего. И он там написал всё в красках, сколько надо. Ну, не сколько надо, а сколько зарабатывает он. Всё-всё-всё-всё-всё. Расписал просто в цифрах. Эти цифры, кстати, до сих пор актуальны. В общем, ты ехал подготовленным. Ну, как, я думал уже всё, да. Потому что я не знал, чем я буду заниматься. Из английского у меня было, я умел считать до десяти на пальцах. То есть, когда мне говорили 7, мне надо было посчитать на пальцах до 7 и сказать, что это 7. Ну, здесь детки у меня учились, как бы, в школе с английским уклоном. Ну, и немножко там пытались меня учить. Hi, how are you? Я говорю, гамбургер. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот убирали. И, как бы, ну, сюда прилетели, обжились немножечко. Пошёл, сдал на классы. Подожди, подожди, давай по порядку. Расскажи, пожалуйста, почему вы выбрали именно Сакраменто? Ну, Сакраменто, так. Почему не в другой штат, во-первых? Ну, да. Говорят, что Иллинойс – это штат тракистов. Ну, так как мы были в Питере, мы знали, что где холодно и рядом вода незамерзающая, ну, в смысле, где есть зима и незамерзающая вода, там ужасно холодно. В Санкт-Петербурге тогда были морозы что-то 26-28, но из-за того, что этот мороз был ещё и влажненький, было холоднее, мне кажется, чем в Якутске. И погода, как бы, в Иллинойсе, она такая же, похожая. Потом, ну, Флорида, все во Флориду, но Флорида – это не моё. Я как просто узнал, что во Флориде жара, как во Владивостоке, во Владивостоке я был много раз, что там выходишь, и сразу всё это липнет к телу. Влажность, да. Да, мне не захотелось, ну, ни мне, ни жене, никому не захотелось сюда ехать. То есть мы прилетели в Нью-Йорк, три дня погуляли по Нью-Йорку, взяли в аренду машину. Ну, и так как я собирался стать дальнобойщиком, тракером, решили поехать на машине через всю Америку. Пункт назначения у нас был в Сан-Диего. В Калифорнию. Да, приехали в Калифорнию. Думаю, ну, раз переехали, надо же сам, как бы, жить где хорошо. Ну и всё, и поехали в Сан-Диего. В Сан-Диего приехали, ну, там немножко пожили месяц где-то в гостинице. Думаем, ну, там, честно говоря, было дорого снимать. Ну да, тем более месяц. Начали думать, я думаю, может, в Веленой всё-таки поедем. В Чехаре. В Чехаре. Ладно, думаю, давай, собираемся, собрались быстренько, поехали. Ну, до Сакраменто там немного, там 500, сколько-то майлов, 550 миль. Приехали в Сакраменто, сняли жильё. И только потом поняли, что это столица Калифорнии. Я говорю, въедем в какую-то деревню, не знаю, короче. Да, а потом, когда начали уже жить с Сакраменто, там мы поняли, что… Вы попали в уникальное место. Да, это супер уникальное место. Это второй по величине русской комьюнити в Америке. А первый кафе? После Нью-Йорка… И самое старое ещё. Да, наверное. Ну, думаю, ладно. Кстати, для старта Сакраменто – это самое то. И как бы мы планируем вроде и жить там дальше. Сейчас мы в Сакраменто живём. Там в агломерации Сакраменто, город розовый маленький. Ну, с хорошими школами там. Всё, приехали. Сняли квартиру, начали жить. Там суета началась, эта эйфория не проходит. Ура, ура, там всё хорошо, всё классно. Потом сняли… Ну, всё, уже надо стало работать. Расскажи, пожалуйста, как ты параллельно учил, осваивал английский язык? Ещё. Ну, да. Мы лежали где-то месяц дома. Лежали. Ну, так как я сам по себе… Ну, те, кто меня смотрит, всем привет, кто меня знает. Они все знают, что я, как бы, люблю поговорить, пообщаться. Марина знает хорошо очень. Ну и, в общем, месяц для меня это был невыносимый. Я просто, как бы, сидел я, значит, мы сидим дома все впятером и друг с другом только общаемся. У меня же нет английского. Ну, как оказалось, ни у кого нет английского, никто не слышит. Его же ещё нужно слышать этот английский, не только уметь говорить. Да, да. Да, у меня был международный язык. Он такой жестов, язык жестов я там показывал. Ну, кое-как там всё делали. А в Сакраменто оно уникальное ещё чем? Тем, что в любое заведение заходишь и ты находишь там русскоязычного человека, который тебе помогает. Я знаю людей, которые вот по 25 лет живут, они не знают английского в Сакраменто. Они всё время ходят к русскоязычным. Как на Братине, да, получается? Да, как вот на Братине. Да, вообще это вот один в один практически. Ну, только просто, ну, я не был на Братине. Ребята говорят, там, 90-е остались, застряли, короче. Ну, такая есть версия. Есть такая. Да, так и остались. Так же. Угу. Ну, и вот. И... Говорю, надо что-то делать. Наташа, моя супруга, она... Говорит, вот есть школа бесплатная, учить английский язык. Я говорю, пойдём, пошли туда. Вдвоём пошли. Да, да. И там у нас начались первые знакомства. Там познакомились с одной женщиной, она нас пришла домой, там, ну, началось там вот это вот всё. И, как бы, вроде, начал учить язык. А параллельно я учил ещё по YouTube-каналу, там был... Да, я уже забыл, как он называется. Дуалинго себе скачал, там, ну, кто хочет учиться, тот должен. Ну, учится. Кто не хочет, тот не учится. И, как бы, начал учить, потому что мне он нужен был. Угу. Потом, ну, как бы, пошёл... Сначала пошёл, сдал теорию. Ну, надо было работать уже, всё. Я же решил, что я буду дальнобойщиком и поеду. Буду, как бы, ну, работать, да, дальнобойщиком. А для этого нужен класс A. Это класс A, он считается, как в России CD-права. Ну, самые крутые права считаются здесь. То есть я могу возить, ну, коммерческий транспорт, это грузовики, вот это всё, автобус, всё, что угодно. Ну, и, в общем, взял я там брошюрку и сидел, переводил. Я же не понимаю, это сейчас на русском языке можно сдавать, сейчас появились на русском языке брошюрки. А тогда не было, тогда надо было всё на английском сдавать. Угу. Угу. Как бы, и я это всё переводил и читал, вникал. Потом ещё скачал там один app, и он помогает, ну, примерные вопросы были по билетам. То есть у тебя уже был конкретный план, что ты должен сдать такой-то экзамен, получить эти права. Да. Ну, то есть чётко шёл по ступенью. Да. Я примерно знал, сколько мы потратим в первое время, я примерно знал. Ну, всё, плюс-минус, там, пару тысяч долларов. У меня так и вышло. Здорово. Как бы, да, тяжело мне было, я учил, там, учил-учил, сдал теорию. Ну, расскажи, как экзамен сдавал тогда, по-английски. Ну, как, там, там на компьютер приходишь, сдаёшь документы, и на компьютер сдаёшь сначала теорию. В теории четыре экзамена. И, как бы, вот эти четыре теста, они там, я не помню уже, ну, в общем, что-то 350 вопросов. 350? 350, и из них в миксе выдают вот так, там, по 50 вопросов. То есть ты должен выучить 350 вопросов где-то, ну, я не помню уже точно, врать не буду, но я помню, что было огромное количество просто этих вопросов. И всё, сдал с первого раза, все четыре экзамена. Правда, я ходил четыре дня. Ну, ничего, там разрешается сдать первый тест, потом второй тест, ну, и так далее. Четыре теста я сдал. Потом нужно стало сдавать практику. А когда сдаёшь практику, когда сдаёшь практику, там нужно сначала сдать тест PTI, это перед поездкой ты должен осмотреть тракт. То есть ты говоришь, что вот, ты, наверное, же помнишь, да, что я учил там Эмбер Колор, там что-то про эти… То есть ты визуально смотришь на него, там, и всё, вот это ты должен стоять и рассказывать экзаменатор на английском языке. А этот экзаменатор стоит, я говорю ему, а, вот тут, тут, типа, очень хорошо закреплено, говорю, он стоит на меня. Это всё на английском происходит. Он на меня смотрит, стоит, закреплено, а мне попался такой очень жёсткий экзаменатор. Он на меня смотрит, стоит, закреплено, говорит, это у тебя закреплено? Я говорю, а, сори, говорю, welded, ну, это, типа, сварено, говорю. Он говорит, ладно, давай дальше. Потом там сдаёшь, сначала вот этот трак обходишь, потом сдаёшь внутри, как бы объясняешь, какие там у тебя датчики, что кого. Потом сдаёшь экзамен на, э, не экзамен, а эйбрек тест, ну, тест на тормозах, проверяешь, там есть специальные такие, как бы, последовательность есть, как нужно что делать, что проверять, там есть утечка воздуха, нет утечки воздуха. После этого, а я сижу вот всё время, соберись, Кирилл сижу, про себя думаю, Кирилл, соберись, соберись, давай вспоминать. Сначала первый этап прошёл. Ну, самое страшное не тесты. Тесты, ты сидишь на компьютере, сам сдаёшь. То есть, ты сдал, сдал, ну, не сдал, не сдал, ладно, да. Ну, я сдал. Ой, извиняюсь. Самое страшное, когда ты человеку сдаёшь. Он сидит, у тебя ещё на английском что-то тебе говорит, а я не понимаю, что он говорит. Сижу вот так. У тебя эта нагрузка, надо понять всё, ещё сказать. Да, да, я как бы, ну, всё это дело ему рассказываю. Потом прошёл сначала вот этот PTI тест, потом прошёл эй-брейк, ну, внутри прошёл, потом эй-брейки прошёл. Я думаю, сижу на него смотрю, он говорит, ну, давай, поехали, говорит, на яр. А там есть яр такой специальный, где-то задним ходом должен быть. С прицепом? Я думаю, значит, всё. С прицепом? Да, с прицепом. Да, уже с прицепом, на тракте стоишь. Ага. Он мне говорит, а прицеп механика, ну, как бы, этот, механика. Он говорит, ну, давай, всё, поехали. Я думаю, ну, значит, всё остальное сзади у меня. Ну, всё прошло, я всё сдал. А там как, если ты на каком-то этапе остаёшься, ну, как бы, проваливаешь, ты уже просто, если, ну, там есть какие-то параметры, до какого-то дошёл, там что-то тебе сохраняет, остальное надо всё заново сдавать. Я сижу вот так этапами беру. Потом думаю, ладно, всё, он сказал мне ехать, я поехал. Ой, спасибо. Приезжаем на этот ярд. Люди обычно как, выезжают, обратно заезжают. То есть, не сдал. А я доехал до ярды, я думаю, ой, всё, Кирилл, давай, соберись, до ярды доехал, давай задним ходом. Там надо несколько этих сделать. Задним ходом заезжаешь док, там, параллельная парковка, на тракте. А я же никогда не ездил в жизни, ну, как бы, с прицепом. Я ездил на таких, как на легковой, получается, там заезжать легко. Слушай, ты в России ездил, да, на категории С, да? Ну да, у меня АБЦДЕ в России, но я не ездил с прицепом. Ага. Я ездил там. Типа на КАМАЗе, да? Ну, на КАМАЗе я один раз ездил. А так у меня был манипулятор пятитомик. Ну, в общем, другие были машины. Да. Ну, всё, и там уже сдал, потом выехали на дорогу. Что-то я смотрю, этот уже улыбаться начал. Экзаменатор, я думаю, всё, хорошо, давай, давай. Потом сижу и на него смотрю уже, подъехали, там супруга стоит, со школы там ребята стоят, смотрят на меня. Я сижу, он понять не могу, сдал я, не сдал, сижу такой у него. А они же не говорят ещё, да? Да. Сразу. Сразу. Я на него смотрю и говорю, congratulations. А я же не знаю, как задать вопрос, английского нет ничего. Он такой, yes. Да, я поздравляю тебя, говорю. Ура! Я такой, ура, всё. Там чуть ли не обнял его от радости. Ну, как бы, я вообще сдался второго раз. Первый раз я провалил, там, потому что меня неправильно научили, я пошёл в школу, был первым студентом в этой новой школе. Ну, как бы так там, ну, ладно. Суть не в этом. Потом устроился на работу, поменял где-то 4 места. Ну, ты много где работал. Да. И там, получается, как? Первый раз я… А тут очень, ну, как бы, все, наверное, наслышанно и видели, что тут любят попользоваться человеком новеньким, который только приехал в Америку. Ну, и что, начали платить немножко. Ну, я поездил немножко где-то раза два, съездил по 2 недели, поменял компанию. Дальнобойщиком, может, прям. Ушёл уже побольше зарплату. И вот так вот. И всё время про себя думаю. Ну, я никогда в жизни ни на кого не работал. И тут приехал, думаю, работаю, работаю. Ну, что-то меня уже это… Ну, для чего я сюда ехал? Думаю, ладно, надо свой трак, брат. А, потом я ушёл на кашхоллер. Кашхоллеры там возят машины. А там очень хороший такой хозяин был. Он говорит, ну, купи у меня этот трак. Я говорю, ну, давай. Это вот когда грузят несколько машин, да, на прицеп? Да, да, да. Вот так вот возят. Ага. Токотажные ещё, да, которые, да? Да, 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 да. Ага. Да. И… А я всё время езжу. И… Ну, как бы, денежку-то умеем считать. И считаю и думаю, ну, как, если я водителем работаю, я зарабатываю столько. А сколько зарабатывает хозяин трака? Думаю, ладно, потом надо брать трак. Купил себе старенького трака. Хэтлайнер «Каскадия» 2015 года. Как бы… Сейчас, если меня слышат, 2015 года это не считается здесь новьём. Это довольно уже старый трак. В Калифорнии на учёт ставят только до десяти лет траки. Как бы старее уже не ставят. Ага. Потому что, ну, там, Калифорния же такая на природу, там, тронутая страна такая. У них всё тут надо. Ага. Понятно. Да-да. Да. И они… Как бы… Ну, в общем, 2015 года это старый трак. У него был пробег пятьсот тысяч майлов. А пятьсот тысяч миль… Миль. Пятьсот тысяч миль. Очень много. Да. Это много. И… В километрах это сколько? Это где-то восемьсот тысяч километров пробег. Ага. Вот. Ну, и всё. И, в общем, начал сам на себя работать. Начал работать. Ну, это называлось как… Как бы сам на себя. Это считается тут оунор-оперейсер у наших русскоязычных братьев. Ага. Но, на самом деле, это не оунор-оперейсер. Ну, как же он… У него есть тракт, да. Ну, он платит за грузы хозяину компании. Там, десять процентов, пятнадцать. Ну, с меня драли, там, как с сидоровой козы. Там… Угу. Кошмар. Ну, я начал ездить, ну, как бы… Так. А тебе это опять не понравилось, да? Как говорят там, жадность не порог, да. Ага. Думаю… Так. Я делаю одну и ту же работу. Я-то все время думал, когда ездил водителем, все время думал. Я делаю одну и ту же работу. Ну, надо же получать какие-то чуть побольше деньги. Купил себе трак. Начал ездить на траке. Думаю, так… На траке денежка, как бы, зарабатываю, но я почему-то много денег им отдаю. За то, что они меня грузят, да. Опять одну и ту же работу делаю. Ну, у меня же жена, как бы, работает помощником учителя английского языка. Ну, как… Тут обычно как. Туда приезжает семья. Обычно. Да. Предыстория какова. Муж идет на трак, либо на стройку. А жена идет в школу учиться. Как бы, английский язык трак. Ну, у нас схема такая же. Супруга отучилась. И в этой же школе ее взяли на работу. Ну, все, ура-ура, дали нам бенефиты. Бенефиты – это там медицинская страховка, там есть пенсия. Социальные всякие дела. Да. Социальные дела. Я думаю, ну, надо же пользоваться. Есть человек, который разговаривает на английском языке. Хорошо. Все, открываем компанию. Открыли компанию. А, выбор пал на название компании. Немножко там думали-думали, как же назвать там. Я говорю, давай коротко. Мне же говорят, эй, якут, говорит. Кто, какой Кирилл? Кирилл якут. А я смотрю, ты кто? Я из Якутии, говорю. Угу. А тут, как бы, ну, если у людей возникают вопросы по поводу саха, да, там, то, все. Да, я не спорю. Ну, мин саховым, да. Тут якут больше знают. Якута тут знают больше. Как бы тут все постсоветское пространство, они знают слово якут. Угу. Они знают, кто такие якуты, кто, что такое Якутия. Они сразу алмазы. Угу. Там угорали. Ну, что, в зубах, в зубах бриллианта привез, да? Ага. Ага. Алмазы там. Сразу, ну, как бы. В зубах. Да. Потихоньку выкорыливаешь там, продаешь их, живешь себе. Ну, и все, открыли компанию. Тут есть такое понятие organic growth. Growth, да? Угу. Ну, то есть органическое, органическое развитие. То есть, да, можно купить там кучу траков, сразу посадить водителей. Ну, это, во-первых, если ты садишь водителя, это нужно иметь 200, ты должен посадить человека на 200 тысяч, условно, долларов. И обязательно это должен быть новый тракт, потому что если в дороге ломается старый тракт, то ты работаешь, чтобы работать. Угу. Поэтому, как бы, мы пока не развиваемся в плане флота, да, как здесь говорят. А так, я немножко сам по себе. Угу. Понятно. Ну, все, да. Мы закончили, подписались на Амазон, кто знает Амазон. И вот я вожу их триллера. То есть, свой триллер никуда не покупал. Вот. Ага. А далеко ездишь? Ну, я взял 12 островных штатов, это 12 западных штатов. Включаю там Колорадо, Техас, Лайоминг. Потому что, опять же, я жадный и ленивый. Да? А эта профессия, она, понимаете, такая… То есть, ты туда уехал, на восток уехал, все. Ты потерялся из дома на две недели. А два раза в месяц ездил, тебя дома вообще нет. Угу. Поэтому, это такая… Ну, работа сложная, я скажу. Как бы, в принципе, ничего сложного в таком плане, что ты едешь, что-то там… Нет такого стресса, все хорошо. Но в плане того, что ты не видишь детей, как растут твои дети. Ты… Как сказал у меня один, довольно больший товарищ, он говорит, сначала, говорит, ты начнешь… Сначала начнутся выходные без тебя. Ага. Потом начнутся праздники без тебя, говорит. Ну, то есть, ну, это такая работа, которая… Очень долгая разлука, и очень многие тракторские семьи, они распадаются. Это вот очень большой, как бы, минус этой работы. Угу. Ну, так как я человек жадный и ленивый, я решил, думаю, ну, все взял, у меня денег сейчас больше остается, потому что я… Я сразу беру, как бы, у поставщика, который, ну, у заказчика. Угу. Все сам делаю, все-все у меня остается. Я никому еще не получу, получу только за страховку. – Слушай, а расскажешь про, вот, какие есть ограничения вот перевозки грузов? Законодательные, там, организационные моменты? – Ну, в США 80 тысяч паундов, это 40 тонн можно ездить, возить. Ну, как бы не возить, а общая масса с прицепом должна быть 40 тонн. Ну, это на ручке. А так 80 тысяч паундов, ну, это примерно. – Это вес полностью всего автопоезда? – Да, всего, всего, всего полностью. – Ага. – Ну, что там? – Я помню, как его, когда заезжают штаты, эти вот стоят эти станции и взвешивания. – Да, да, это идет постоянная борьба тракистов и уэйстейшников. – А ты обязан там останавливаться, да? – Да, есть такие штучки, припас, ну, как бы, если тебе дают зеленый сигнал, ты можешь проехать. Если дают красный, ты должен заехать и взвеситься обязательно, через весы проехать. А если у тебя этой штучки нету, припас называется, то ты должен обязательно заезжать. Ну, люди, бывает, мимо проезжают, их догоняют, штрафуют, поинты дают. – Ого! – Да, там… Ну, еще бывают инспекции, это, ну, как бы, первый, второй, третий. Ну, там уже третий в Канаде, вот, 120 тысяч лб, 60 тонн возят в Канаде. Да? – Ага. – И, бываешь, попадаешь на эти инспекции, там у тебя… А, есть локбук, это сейчас в России тоже, я слышал, начинают вводить, это тахометр. Э, или… Ну, я точно не помню. Короче, считай свое время работы. Ты можешь ездить только 11 часов, и три часа у тебя может быть работы. то есть зацеплять, отцеплять тракт, там, на загрузке стоять. В общем, у тебя шифт, шифт – это твоя работа в день 14 часов. И 10 часов не должно быть… – То есть у тебя 11 ходовых часов, да? – Нет, 11 часов – это ты… это езды только. – Езды, да. – Ну, как бы, езды, да. Езды, да. Едешь 11 часов, и три часа у тебя есть… то есть ты там заправляешься, что-то не связанное с ездой, да? И вот они все это дело проверяют у тебя там, есть ли у тебя нарушения, штрафуют тебя там, учат, в общем… – То есть там не просто взвешивают? – Да. – Ага, понятно. – Наказывают там. Ну, что еще? Ну, превышение скорости. То есть в неделю мы можем работать только… ну, как в неделю? Мы вот как выезжаем, можем работать 70 часов. – Угу. – Это 7 дней, да, примерно? – В неделю у тебя 7 дней или 5 дней? – Вообще… нет, вообще… там есть разные схемы работы. Мы недавно обсуждали с нашим товарищем. – Угу. – Там нужно сделать… вообще 2 недели можно, ну, как бы, ехать, по 8 часов, если в день работаешь. Ну, там уже нюансы эти. – Угу. 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 перерыв. Ну, в общем, так вот о нас заботятся здесь. Как бы, ну, там ограничения по резине должны быть. Должны быть тормоза, у тебя должны быть порядки. Тормозные шланги, они все это проверяют. Они все это, ну, как бы, тут в США работают законы. Они как бы, а, ладно, нет, такого нету. Они тебя поставят, пока не поменяешь, там же будут тебя держать. То есть без сна сутками гнать не получится, да? Нет, нет. Тут вопрос, где вы ночуете на стоянках, каких-то? А, ну да, тут в этом плане очень просто шикардозно. Тут просто шикардозно. Ну, ночью едешь или спишь ты? Тоже. Ну, тут получается по-разному. Да, когда ты отдыхаешь 10 часов, тут есть специальный трак-стап называется. Это огромные траковые стоянки. Туда входят, там, по 100 траков, по 50, по-разному. 50, 100, 250, там, 200 траков. Ну, бывает, мест нету, ну, ничего, это нюансы, да? Там останавливаешься, там есть душевые, там заправка, там парикмахерские, массажные кресла. Ну, уже зависит от трак-стапа, куда ты. От хозяина трак-стапа, кто что, на что гораст. Ну, и бывает, около этих трак-стапов строится гостиница, может, просто трак. Я частенько так делаю. Тоже чей-то бизнес, да, эти остановки? Да, ну, да. Идешь, отдыхаешь там в гостинице, потому что, как любит говорить наш брат, даже, даже самая плохая гостиница, лучшие ночевки в траке. Ну, там тихо, спокойно, ничего не дрожит, не дребезжит. Рядышком у рефрижератора не стоят. Безопасно. Да, спишь нормально. Слушай, а вот у тебя в дороге, ты когда едешь, у тебя есть какая-то специальная GPS-ка, навигатор, которая вот именно тракерская? Она, например, показывает высоту этих вот мостов, да? У меня был уникальный учитель в автошколе. Как бы, я знаю, да, ребята ездят с навигаторами, высоту показывают, там, все это дело. Но он мне с самого первого начала, с первого раза сказал, я, говорит, езжу по Google Maps, по карте. Я так же езжу. Я говорю, а что там весы, не весы, там, да, уровень вот этих мостов? Он говорит, разуй глаза, говорит, все. Читай знаки, на них написано, что тебе туда нельзя, говорит. Да, вообще-то езжу такие знаки. Да. Высота указана. В Америке меня бесит одна очень, какая-то такая, я считаю, что это просто тупая вещь. Особенно вот бесят сатаркисты все, кто меня знает, смотрит, они знают, о чем я говорю. Какая? Это ты, когда куда-то начинаешь, если вот я езжу по Google Maps, я начинаю куда-то поворачивать. Так. И знак, что грузовикам туда нельзя, стоит после поворота. Угу. То есть я, значит, такой крокодил туда заползаю, да, у меня 65 фитов длина. Угу. Получается, это что-то метров 18, может, я точно не знаю. Ты туда заезжаешь, ты смотришь, хоба, нельзя. Угу. Я однажды разворачивался прямо перед полицейскими, я туда заехал, задним ходом сдал, на перекрестке развернулся и уехал. Ну, не погнали. Угу. То есть если бы заехал, я бы получил тихо. Как бы нельзя. И вот это меня выбешивает. Просто они, почему нельзя повесить, вот когда я еду прямо, повесить знак, что налево нельзя. Вот я поэтому спрашивал, вот есть ли специальные GPS-ки, которые вот именно для вас? Есть, да, есть, есть, есть специальные GPS-ки, да. Ну, я просто, не знаю, я привык на Google Maps ездить. Понятно. Просто я считаю, потому что вот эти GPS-ки, они тоже не, как бы оно не спасает. Эти GPS-ки заводят там людей. Тут случаев было несколько, которые я сам слышал, да. Одного человека в горы куда-то туда. И его компания потеряла. Его там близкие потеряли. Там кошмар. А он в горы туда залез на какую-то вообще узкую-узкую и застрял. Ой. На траке. И как бы... А его GPS вел траковый. А он ехал тупо под GPS. Ну, то есть, тут же надо немножко же тоже мозги включать, там, смотреть на знаки. Туда можно, сюда нельзя. Ну, да. Да, GPS-ка отуплять на самом деле. Повери направо, повери налево. Куда видишь, не понимаешь. Я о супруге говорю, ну, тут дороги, они, как бы, очень классно сделаны. То есть, все, если вы не знали, да, допустим, все дороги, которые лежат горизонтально, они четные. Все дороги, которые лежат вертикально, они нечетные. Да. Я точно не помню, по-моему, бывает, они все в одну сторону растут. Да. Пятый тракет идет по Калифорнии, а 95-й по восточному побережью. Нет, нет, нет. Я имею в виду, то есть, вот едешь ты по 80-й трассе, она самая длинная трасса. А, экзиты-то? Да, экзиты, они растут. Они с запада на восток. С запада на восток, да, по-моему. Уже перестал обращать внимание. Ну, сначала я это что-то изучал. Очень удобно, да, экзиты, которые по миле могут. Да, и тут каждый экзит, каждый выезд, он равняется одной миле. Я супругу говорю, меня вот так вот сбросить в любой точке Америки. Мне надо найти только какой-нибудь хайвей, и все, говорю, фри-вей. Я домой дорогу найду. Но Кирилл-то уже объездил всю Америку, да? Ну, не всю, я там не был, там, над Нью-Йорком, там, в Нью-Йорке сам он был, туда. Да, я думаю, не надо, мне тут хватает этого побережья. Ну, расскажешь какие-нибудь случаи, может, случались с тобой? Ну, случаи только... Смешные. Случаи только печальные. О, Боже. Нет, печальные не надо. Давай что-то такое интересное, веселое, смешное. Ну, может, не с тобой, с кем-то. Ну, это такие, знаете, я что-то даже не припомню, есть же такое понятие, человек запоминает только плохое. Поэтому вот сколько у трагистов общения, рассказов, у них все время как-то где-то сломался там. Ну да, проблемы обсуждают, да? Да, я прошлый рейс вот съездил 8 дней, я за 8 дней 3 раза сломался. Один раз ко мне подъехал один чувак, можно его так сказать, говорит, я здесь, чтобы, на английском, говорит, я здесь, чтобы помочь тебе, говорит. Я говорю, да-да, привет, говорю, чем ты мне можешь помочь, дай мне ключ, говорю, на 8. А у меня там антифриз побежал, и я не мог достать там далеко, а ключи я, как обычно, выложил, и обязательно в этот рейс я должен был сломаться 3 раза. Я говорю, он говорит, и вот это вот, я так считаю, это американская тема. Он такой говорит, он мне стоит, и я бы тебе, говорит, у меня вот с собой в траке, у меня с собой нету, но если бы ты позвонил по этому номеру, говорит, и дает мне флайер, я бы тебе подвез, а я стою на горе, там, 100 майлов туда, 100 майлов пустота, а он остановился. Я говорю, ладно, хорошо, ты меня можешь, если что, отвезти меня в ближайшее безопасное место, потому что я стою на обочине, сломался. Мы, кстати, все буксируем, что взять тебе? Да, да. Он говорит, ну да, говорит. Я говорю, ближайшее место где? 10 миль, это 16 километров. Я говорю, ну давай, сколько будет стоить? 5 тысяч долларов. Ничего себе. Это бизнес просто, ничего личного. Кошмар. Я заметил тут вокруг тракового, в траковом бизнесе очень много денег. Это просто там страшные деньги. Очень много. Как бы, я не говорю про себя, я говорю про отрасль, про всю вот эту отрасль. И у них очень много пиявок, присосок, которые пытаются все вот это там. И среди них вот эта тоуинговая компания, тоуинговая это эвакуатор, которые дерут как с сидоровых коз, там просто страшно. Люди, я там знаю, пацаны, они по 10 тысяч попадают, по 12 тысяч. Кошмар. Поэтому это не такой... Забыл эвакуацию? Ничего себе. Да. Это не такой бизнес, который можно так, ну я так считаю, многие могут считать по-другому, но с бухты-барахту в этот бизнес, конечно, можно зайти, можно там купить себе старые траки, там что-то посадить водителей, но человек поехал, на тоуинг попал, на эвакуацию, а хозяин не заработал ничего. А зарплату ты должен заплатить. То есть ты будешь работать, чтобы работать, чтобы двигалась экономика США. Ну, как бы мне такого стресса не надо. Да. И с супругой сидели, думали, думали. И недавно мы открыли еще одно предприятие. Перепродажа машин. Легковушек? Да. Ну, как обычно, у меня супруга сдала экзамен, получила лицензии на... На дилера, да? Да. На юзкар-дилер. Все, и сейчас машины покупаем, на локсуне покупаем, перепродаем. Это сейчас очень такая актуальная, да, тема, бизнес? Ну, я не знаю, актуально, не актуально. Как бы ищем способы, чтобы не работал на траке, так скажем. Потому что... Такие вот, отвлекаясь немножко от тракеров, вот, бизнес-легковушек. Сейчас же про него вот этими чипами, там, как далее, цены подскочили же, да, на бэушные машины? Да. Да. Цены подскочили, и машин нет. Потому что нету новых машин, машины люди не сдают. Как обычно, мы когда все бизнеса делали, мы все время залазили постоянно. Но это повлияло пандемию на это, да? Да, это пандемия. А как пандемия повлияла? Пандемия, криптовалюта, это повлияло в большей степени криптовалюту, да? А пандемия добила. Криптовалюта, она требует очень много, вот, видеокарта, они же на видеокартах там делают, да? И там очень много нужны вот эти полупроводники, микросхемы. Из-за этого оказывается в мире только два завода, которые это делают. И у них и начал образовываться дефицит, потому что все ринулись добывать криптовалюту, там, и вот это все отразилось. Сейчас Toyota закрывала на две недели свои заводы, сейчас это тоже здесь ударит. Ну, слушай, а как пандемия ударила по вот, по твоему бизнесу, по тракерскому? Или не ударила? Или наоборот? Наоборот. Да? Да. Просто, прошлый год был просто шикарный. Я вот просто тоже думаю, что наоборот, потому что, когда мы сидели дома, да, вот, когда сидели там, все из пуге, мы все заказывали же онлайн. Да. Это все надо возить, понимаешь? Да, да, да. Нет, ну, вообще же сейчас работники транспортного бизнеса, они сейчас очень, как бы, почетно, ну, не то, что почетно, они как герои времени этого ковидного пандемии. Да, наравне с essential workers. Ага. Да. Ну, не знаю. Ну, а что ты, дома в изоляции, в траке в изоляции, какая разница? Вот, в траке только деньги зарабатываешь. Кстати, вот, когда ты в траке едешь, ну, ездил, да? Вот ты едешь, просто едешь или, ну, как возникаешь в себя, что можно делать? Слушаешь аудиокниги, слушаешь там или где-то подкасты? Ну, в траке же самые большие сплетники, я вам так скажу. А, у вас же радио из своей, я знаю. Ну, нет, даже дело не в радио. В радио, я бы, наверное, ну, как бы, можно было бы поставить, подучить английский язык. На телефон садишься, у тебя есть специальные такие тракерские, ну, как бы, с шумоподавлением, чтобы не было слышно собеседнику, там, звуки трака, шумы, только разговор твой. Все, и сидишь, разговариваешь часами, там, с тракерами. Все тракеры знают, что если звонит тебе тракист, то все, ты с ним разговариваешь уже, там, там, прямо-то, мы угораем с пацанами, ну, что, дошла до меня очередь, там, есть у меня один друг, Максим. Русскоязычный. Русскоязычный, да, он звонит, с Москвы парит. Мы с ним вместе учились, а я разговариваю с кем-нибудь другим. Не могу же сказать, ну, давай, там, Арман, давай, до свидания, да, или, там, что-нибудь, ну, и приходится, там, скинуть, или не берешь трубку, и все понимают, что человек разговаривает с другим человеком, и потом звонит другой, говорит, о, трубку взял, наконец-то до меня очередь дошла, говорит. А бывает, что вы встречаетесь где-то по дороге, или нет? Да, мы встречались. Ну, вообще, частенько, да, встречаемся. Частенько встречаемся. Что-то у меня из головы вылетело. Видимо, хранитка от коронавируса это. Ну, вообще, быть дальнобойщиком популярно, да, среди русскоязычных? Сакраменто особенно, наверное. Ну, а куда пойдет наш брат? Ну, да. Он пойдет только либо на трак, либо на стройку. На тракте денег больше. Трак это, ну, я как считал, что трак это самый быстрый старт по деньгам здесь. Да, тяжело. Да. Я прямо вот сижу и чувствую, я сижу и умираю потихоньку. Еду, умираю. Конечно. Трудно. От обездвиженности. Ты по 11 часов сидишь, и как бы, ну, все равно, мне 43 года. И надо сказать, что в последнее время я начинаю чувствовать немножко, что... Раньше, когда я вот ездил, ну, вот, буквально прошло, вот, я езжу 3 года, да, и 3,5 года. Когда только начинал, у меня не было, ничего не беспокоило. А сейчас что-то, или я стал сильно жадный и ленивый. Поясницы болит. Ну, тогда что, ездят обычно молодые, да? Или есть люди в возрасте? Нет, все-то разные есть. Есть все-то разные. У меня был... Я вот, когда только начинал работать, мы ездили в Тиме. В Тиме это с напарником ездишь. И едешь 24 часа в сутки. То есть ты все время, все время прешь. То есть, да, ты за день по 1200 миль проезжаешь. Ого. И, как бы... Вот ему на тот момент, это, там, почти 3 года назад, ему было 70 лет. Ого. 70 лет. На гитаре, можно сказать. Участник Минхенской Олимпиады. Ничего себе. Ого. Да. Какой вид спорта у него был? Легкая атлетика. Вот, кстати, его в заложники брали, там. Ого. Да, да, да. Да, да. Было такое. Да, да. Ничего себе. Слушай, я слышала, в Сакраменто устраиваются песенные конкурсы для тракистов. Тракистами же, да? Ой, я не пою. Ну, вот, наверное, твой этот напарник участвовал-то. А, может быть. Может быть, да. Ага. Кто спрашивает, ковидом болели? Нет, ковидом мы не болели. Мы успели прививки поставить. Ага. Ну да. Так, хорошо. Жаркал, у тебя есть вопросы? А вот ты когда домой приезжаешь, где ты оставляешь свой грузовик? На платной стоянке? А из стояночки. Специально для вас, да? Для тракеров? Да. Ну, как бы, опять же, те же самые частные люди покупают участок, делают парковки для... Опять какой-то... Дорогие, наверное, да, небось? Нет, 150 долларов в месяц. А, в месяц 150? Да. Типа какая? Да, мы буквально вот недавно купили себе Орви. Вот сейчас в Орви сидим на берегу океана. Отдыхаем. Хотел, я с жене угораю, скажу Марине, живу в трейлере на берегу океана. А, так ты сейчас в Орви, что ли? Да, я в Орви сидим. А, у тебя вот люк, да? Вот я вижу люк, по-моему, у тебя. Да, правда, что. Это лючок. Ага. Ну, как бы, я что-то не знаю, как все это делать. У тебя Орви буксируемый или это самоходный? Да, это наш второй Орви. Первый Орви был самоходный. Когда мы только приехали, мы сразу купили себе дыдыщ и начали кататься. А сейчас у нас... Мы купили специально прицеп. Ну, я в тряпе, в прицепы вожу, подумал, надо им и так возить прицеп. Ну, расскажи, что там есть в Орви? Ну, шесть спальных мест. Шесть? Да. У тебя какой длины он? 26 фит. Кошмар. Длиннее твоего трака, да? Практически. У меня супруга хотела, кстати, сделать обзор. И потом тебе отправить, Марина. Да, сделайте, пожалуйста. Будем рады. Давай, было бы здорово. Ну, просто еще, когда на траке едешь, смотришь всякие ролики. Ну, не ролики, а видео на ютубе. В одном ухе дракчит, допустим, наушник. Включаешь и сидишь, слушаешь. И просто недавно я подсел на одного человека. Он рассказывает про мозг, как он устроен, что ему нужно. Полезная информация. Да, короче, как сказал один мой товарищ там из-за кутка. Кто хорошо работает, тот сильно отдыхает, должно быть. И, оказывается, это как бы должно быть у человека. То есть ты не должен ни о чем... Ну, ты должен... Вообще, когда с Россией приезжаешь, у тебя ментальность другая. Ты все время прешь, прешь, работаешь, работаешь. А жить-то когда? Вопрос возникает. Жить когда? Годы-то идут, дети растут. Сейчас у нас старшие дети уже сами остались. В Сакраменто, они там уже по взрослому сами живут. Ну, мы тут на неделю приехали, отдыхаем. И как бы это помогает. Я прям даже чувствую, что... Конечно, обязательно надо. Да, то есть, оказывается, релакс, этот отдых, он должен быть... Ты не должен ни о чем думать. Да. То есть никаких забот. И, кстати, почему-то именно в Америке у меня очень часто возникают такие приливы счастья. Прямо как в детстве, вот, когда в детстве, помню, там, что-нибудь получишь, прямо счастье, счастье такое. Ну, и вот это он все объясняет. Вот этот человек, который там на YouTube-канале, ну, интересный канал у него. Он сам психолог. И вот я подумал, что-то прямо вот с рейса последнего приехал. Все, говорю, берем Орвишку. Поехали, купили. А, как раз лежали, супруга лежали на диване. Просто лежали. Я говорю, надо отдыхать. Говорю, все, просто, все, хватит. Все, бросаем. И лежали, смотрели объявления. Выходит этот трейлер. Позвонили, приехали, а купили. И правильно. На два дня, через два дня сюда приехали. И все, здесь лежу. Здорово, здорово. Поздравляю с покупкой. Да, спасибо. Надо отдыхать, оказывается. Надо, надо. Это, мне кажется, это просто бич нашей Родины. Вот, загонять себя. Да, да, да. Работать, работать. Да, как бы это слабо не звучало, но нужно давать себе отдыхать. Здесь, кстати, самые американцы тоже себя загоняют. У нас же есть термин такой, как его, белка в колесе, да? Вот это, Red Race. Судя по дефициту мест для RV на кемпингах, я так не считаю. Они очень любят отдохнуть. Стало много отдыхающих, да? Да, я бы это лоборо в одном. Ну, может, они работают онлайн? Где в RV? Кстати, да, вот эта пандемия, она подстегнула эти вот RV-шки, эти вот... Да, кстати, они страшно подорожали. Ну, вообще, что-то считалось, что такая RV-шка до пандемии... Мы во время пандемии пытались купить... Ну, тоже я смотрел. Вот ровно такие они были где-то по 22 тысячи долларов. А до пандемии они стоили где-то 12 тысяч. И чуть-чуть подстречили цены. Да. А мы этот купили за 15 с половиной. Потому что цены сейчас упали. Ну, люди, видимо, все уже устаканилось. Да, в одно время был очень большой спрос на них. Да, ну, как, собственно, и на дома. Дома же тоже бешено стали стоить. Я вот рассматривал вариант переехать в Вашингтон, там, в город с покеем. Как бы у меня же двое... Ну, четверо детей, да, здесь. И, как бы, двое старших, они, ну, все, они уже сейчас скоро вылетят из гнезда. Все уже, вот, буквально годик-два, все, они... Прямо крылья. Нет, они сушат крылья. Вот, Марин, серьезно. Они вот реально сидят. У меня старший говорит, в следующем году я от Вас, говорит, все, давай, до свидания. Вы кто такие? Ну, если есть свои желания, конечно. И, получается, сейчас четырехмесячная дочка. Сын семь лет. Я думаю, может... Сакраменто слишком жарко. Лет там сорок, сорок три. Сейчас, сейчас, там, тридцать три, что-то я вообще, я умираю. Я просто... Жарко. Жарко, я не могу, просто... Не сильно привык, да, к крему-то все-таки? Да, все-таки, все-таки человек северный. Угу. Ну, в Канаду тоже неохота куда-то, да, сильно на севера. Ну, вот этот спаркейн, он такой умеренный, у него... Лето не жаркое, зима не холодная. Я, как бы, думаю, может... Ну, может быть. И то может быть. Потому что, честно говоря, надоело переезжать. Это... Мы когда жили в Якутске, когда у нас не было своего жилья, когда мы только начинали, ну, как бы, свой... Путь предпринимателя. Мы недавно с супругой считали, в Сакраменто это был тридцать седьмой переезд в жизни. Ничего себе! Так много. Так там говорят, это два переезда, один пожар, да? Нет, вообще переезд как пожар, да, говорят. Да, это вообще ужас, да. Ну, мы были до такой степени мобильные, что мы, допустим, могли полгода в одном месте пожили, полгода в другом, короче, вот так вот. Ну да, очень мобильные. Да, пока жилья не было, потом жилье появилось. Так мы и переехали сюда так же. Мы... В декабре у меня супруга говорит, неплохо бы переехать. В октябре, получается, в марте, в декабре супруга сказала, неплохо бы переехать. В марте у нас же были туризмы на руках. Ну, сейчас это интернет, ни для кого не секрет, погуглите, там, если есть какие-то вопросы по поводу переезда. И, как бы, турвизу получаете, и под турвизу уже можете менять на любые визы, уже здесь. Ну, как бы это... И... В октябре мы уже были здесь. У нас все решения... Мы буквально вчера лежали и думали, у нас, оказывается, по жизни все крупные даже покупки, квартиры, мы покупали квартиру в Санкт-Петербурге, они у нас все спонтанные. Это покупка Орвишки, покупка трака, вообще все-все-все. Ну, это кажется так. Просто, может, вы быстро принимаете решение. Это... Это как сказал вот этот человек, которого я смотрел, ну, да, подсел, да, он говорит, ваш мозг, говорит, есть мозг и сознание. Мозг – это вычислительная машина, а сознание – это вы. И до того момента, говорит, как вы сознательно примете решение, мозг уже ваш за 5-7 секунд это сделал за вас. То есть 5-7 секунд назад он знает, что я буду говорить, что я буду делать, какие решения я буду принимать. И вот эти вот моменты, когда ты говоришь, я так и знал, надо было сделать так, ты пошел не в ту сторону. То есть ты взял и пошел, сделал не так, как решил твой мозг. Интересно. Может, да. Может и не спонтанный. Может, там уже все решилось. Ну да. А сознание захотело сделать так, а не иначе. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Интересная жизнь – это интересно же. Конечно. Ну, да. Много чего успели сделать. Здесь очень много делается все для человека, я заметил. Как бы... Ну, человек к хорошему, быстро привыкает. У детей спрашиваем, хотите домой, назад, на родину. Нет. Вообще, сын уже и не помнит. Старшие девочки не хотят. Ну, и все. Как бы так. Ну, в гости съездите как-нибудь. Ну, да, съездим, конечно. Сейчас просто... Ну, хорошо. Ну, это и ночь, наверное, мы потихонечку будем заканчивать. Кирилл, тебе огромное спасибо за интересный рассказ. Очень интересный был. Сейчас прошел. Незаметно. Мы желаем тебе, твоей семье, еще дальнейшего успеха, идти вперед. И ждем обзор арабишки. Да, кстати. Да, правильно обязательно. Угу. Хорошо. Да, вам спасибо за приглашение. Спасибо большое. Так, и зрителям, нашим подписчикам скажем спасибо тоже за то, что вы были с нами. Если есть вопросы, пишите под постом. И потом, может, Кирилл, ты зайдешь, ответишь, или мы, или мы. Да, кстати, у меня сестренка просила сказать Лару, привет. Да, да, да. Передавай приветы, конечно. И я своим тоже передам, кто меня знает. А мы всей маме ручкой, да? Да, 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 да. Всем привет, кто меня знает. Эфир мы сохраним, и на этом заканчиваем. Всем спасибо, и до свидания. Все, всем пока. Угу. Пока. Кирилл, Жаргал, бай. Угу, бай. Субтитры сделал DimaTorzok